Поэтому обобщение такое. Мы видим флюктурации четырехмерного пространства времени, а в какой форме эти флюктурации? Волны, все пусть решают теоретики. Я к теоретикам очень хорошо отношусь. Я подавлен их на самом деле умением и ожидаю, что кто-нибудь все-таки что-нибудь скажет. Но теоретики несчастные люди. Они страшно боятся попасть в неловкое положение. Какой-нибудь дурак-экспериментатор их водит за нос, они не могут сами увидеть ошибок. И поэтому они пока предпочитают подождать. Я могу им сказать, братцы, не бойтесь. Здесь хорошо все от шлифована. И хорошо бы дожить до того, чтобы какой-нибудь человек построить настоящую физическую теорию. Не мою, со словами, размахивыми руками, в том этой интерференции, а теорию. Но надежды пока мало. Среди стариков академиков я могу найти еще таких, а молодых простые нет. Ну вот, студенты не возьмутся. Ну вот, наверное, я такой монолог кончил. Как-то вы печально подводите опыт 50-летний, итог 50-летний. Итог замечательный. Я уверен в том, что это правда. Ведь я действительно был на грани сдвига. Я считал, что это не может быть. Да я каждый день должен убеждаться и убеждаться, что все есть. Нет, итог для меня... Ну, это не всей жизни итог. У меня написаны книги, там это статей сколько, там сотен. И, ну, и все-таки что-то стоит доктора и кандидатов, жизнь которых мне близка. Нет. Это цена. Мы не можем примерять судьбу, как перед ожиданием. Я даже думаю, что это более-то это совершенно нельзя. Да, осталось. Я не знаю, как академическая наука отреагирует на это ваше выступление, но у нас есть звонки наших телезрителей. Давайте послушаем, что они скажут. Замечательно. Ну, это будет сразу после рекламы, на которой мы сейчас прервемся. Хорошо? Ну, прекрасно. Это так. Мы сейчас в эфире, да. Если есть вопросы, да, то давайте мы послушаем. Потому что у меня в руках уже книжка, который даст нам толчок для другой темы разговора. Да, алло. Добрый вечер. Добрый вечер. Можно говорить, да? Да. Я хочу описать достаточно примитивный эксперимент, который, на мой взгляд, полностью укладывается в высказанную теорию. И немножко саморазвивает ее. Я хочу описать, сразу притворить. Ну, пожалуйста, да. Два понятия. Это фриллянт-фотография и переохлажденная вода. На мой взгляд, если произвести следующий эксперимент, это обернуть ванну с переохлажденной водой, фотопленочкой, инициализировать кристаллизацию, мы получим не только временную синхронизацию процесса, но и пространственную. Я могу сразу сказать... Если вас заинтересовала эта тема, я еще могу немножко добавить, зачем это все нужно. Нет, я могу, если можно, сразу вам сказать, что это так сложно. Мы специально спустились на дно. Проще для измерений и надежнее от всех прочих влияний земных. Альфа-распады нет ничего. Кириллиан, охлажденная вода, там столько можно придумать всего, что это совершенно лишает чистоту выводов. Мне важно очень сказать, что это ничто из обычных земных влияний не обусловливает. Никакие причины. Поэтому сложные опыты — это будущее поколения. Это то, что я рассказываю, затрагивает все измерения на Земле. Любых процессов. А тут Кириллиан или что-нибудь еще, не надо этого делать нам. Вам не надо, но вот мы тут, я начал в перерыве фантазировать, и было бы чрезвычайно любопытно, опять-таки это дело будущего, да, определить, каким образом силы, описанные вами, влияют не только на результаты измерений, но, собственно, наверное, и на поведение социума, биологических видов человека. Ведь такая связь должна быть. Она точно есть. И даже можно себе представить, как она, почему она есть. Потому что наше поведение детерминирует настроение мозга. Мозг — это биохимия, это разделение зарядов, калий, натрий, туда-сюда и так далее. Мы там все рациональные основы поведения, эмоций, массовых. Ведь это Чиревский, опять же. Когда Чиревский сделал докторскую диссертацию в юном возрасте на тему исторические процессы и солнечная активность, он уже все имел в виду. И поэтому его, фактически, поэтому его затравили. Потому что там не было ни маркшизма, там не было ни филова. Там была просто удивительная корреляция. Конечно, здесь есть. Но вот моя позиция здесь такая. Пока сам не делал, пусть другие. Здесь малейшая неточность, ну, так сказать, выходящая за рамки точных знаний, погубит науку. Говоря о природе этих волн, о гравитационной природе или какой-либо другой, вы не проверяли 7-летние, 11-летние циклы солнечной активности? Проверили, конечно. И что? Хорошо, когда 50 лет проходит, вы можете менять. Есть удивительно точный, вот амплитуд, здесь есть тонкая структура. Есть еще амплитуда, насколько расширена вот эта вот вся картина, больше и меньше размах. Железная совершенно картина. Солнечная активность по амплитуде. По-видимому, активность, это определяет амплитуду. Вот этот разброс, результат, как он широк. Есть все опубликовано, после 5-25 лет опубликовано. А с радиоактивностью это плохо, потому что она мало это чувствует. Именно потому что на нее влияет. Но других процессов замечательно. Есть годы, когда работа точная. Ну, месяцы, там, сезоны. И есть вдруг тот же самый высококлассный экспериментатор. У него приборы начинают ходить вот так вот. Кстати, может быть, и люди в этот момент так же себя ведут. И климат и так далее. Что делают физики, когда у них приборы такое? Паяльник, отвертка и начинают несколько месяцев его улучшать. И, глядишь, улучшили. Время прошло другое. Химики что делают? Очищают реактивы. Вдруг вода плохая пошла. Еще чушь какую-то. А проходит, сколько времени все... Когда хорошо идет работа, публикуют статьи. В следующие периоды их опровергают и ищут причины. Репутации авторов гибнут. А мы ходим под космосом. Чтобы не сказать под Богом, значит, ходим под влиянием. Но я специально от этого ухожу к самому дну. Теперь только можно подниматься. Когда вы говорите об индивидуальности каждого момента. Да. А насколько эта индивидуальность все-таки жестко условлена? То есть эти же графики с гистограммой совпадают не абсолютно? Не абсолютно. Там очень много обстоятельств. Они не совпадают абсолютно еще и потому, что много интерферии. Вот смотрите, Луна и Солнце в некоторой степени независимо, но складываясь, дают какую-то картину. Луна и Солнце расходятся по-разному. Восходы Луны в течение года меняются очень сильно. И через год, в ту же самую дату, вот мои последние опыты последнего года, в ту же дату на восходе Луны я вижу доминирующую картину. Но Солнце в этот момент в другом уже месте. Там такие картинки открывают, такой сложности, что мне не то чтобы спячку, но уйти от этого. Пусть следующее поколение, может быть, это вообще не нагрузка одной лаборатории. Это должны делать... Алло, алло. Да. Алло. Доброй ночи. Доброй ночи. Симон Оливич. Здравствуйте. Я очень рада вас видеть. Это Валентина Ивановна, актерминцентно-дикабиологических проблем. Вы знаете, я бы хотела, может быть, вы как-то вглядывались в это. То есть вот воздействие этих суточных флактуаций, я имею в виду, приблизить его к саркодианному ритму функционирования человека. То есть все-таки в какой наиболее благоприятные сутки воздействовать на человека теми или иными биологическими, я имею в виду, воздействиями? Я думаю, вы догадывались, какой будет ответ. Не знаю. Я думала, что все-таки вы догадывались. Чтобы отвечать на такие вопросы, надо еще сколько-то лет тщательно это делать. Как вы знаете, наверное, я выпускал первые книги по биологическим часам когда-то. В 60-е годы. Я в эту проблему вхожу. Входил. Я потеряю себе замечательные движения, там, генетики. Но не смею я выходить за рамки точного опыта. Не смею. Мне некогда. Попробуйте. Это невозможно себе так сказать. А каких бы вы ожидали результатов, если бы измерения проводились, скажем, на Международной космической станции? Синхронно с спутниками? Синхронно. Синхронно. Вот это слово точное. Это страсть запустить на спутник все. Дело в том, что там совсем другие сутки у меня не получается. Я давно пытаюсь. Когда сейчас развалился Советский Союз, еще была надежда раньше. Мне было некогда. Приглашали даже. А сейчас американцы ведут межпланетные станции. Я надеюсь, что у меня нет сил просто. Остро необходимый. Это совершенно точный вопрос. Почему? Там же сутки могут быть 90 минут, если все правда. Остро необходим такой опыт. Не могу поставить. И я пытался. Я для этого три раза докладывал в Институте космических исследований. Я просил, но сами они тоже в упадке, как вся бывшая советская наука. А сейчас мне сказали, что американцы, по слову, радиоактивность, закрывают работу. Они могут бояться. Это здорово, потому что радиоактивность меньше, чем от наручных часов светит. Это ничтожнее совершенно.